Наш город бомбил. Было очень страшно. Трупы складаны в ширину до другого поверха. Мой отец, он сейчас на войне. Только ненависть, потому что они разрушили мое детство. Когда мне было лет восемь, я узнал, что такое война. Вот ясноватая на карте, это тогда была одна из самых горячих точек. Вот здесь, чуть-чуть ниже по карте идет Ясновка, где я провел все свое детство. И получается, вот тут уже где-то идет Макеевка. Мои с дедушкой просто были на огороде, и вдруг вот начался этот свист, начались эти взрывы неподалеку, и я сразу, я катался там на велосипеде таком маленьком, я сразу бросил, сразу побежал в подвал. Про все забыл, сразу вот бежал в укрытие, потому что для меня это было очень страшно. Вокруг меня война, и я еще такой маленький. У меня не было как таковых развлечений, и мы с ребятами там делали, типа, самодельные пулеметы, там, пистолеты из дерева, из палок собирали. Вот примерно на таких БМП, на такой технике подъезжали к моему двору российские войска и просили еду у местных жителей. В Днепре я боялся, наверное, пару раз, когда прилетала по Южному Мушно-строительному заводу, потому что там недалеко живу, и когда прям вот весь дом ходуном ушел. То есть я изначально думал пойти там в какие-то вооруженные силы, в какие-то такие подразделения, чтобы можно было защищать нашу страну. Один разу начали ездить танки, тоди было очень небезпечно виходить на улицу, чтобы солдаты расстреливали на улицах людей просто так, ни за что. Был випадок, когда на маминых очах били человека. Когда я ночью спала и они начали не бомбить, что там очень болело, сжималось, я была очень зла на них. За что? Я не очень понимала, почему они до нас пришли. Той, кто это все скоюв, мне кажется, он думает, что Украина – это его. Но это не так. Я болела, что может прилететь какая-то в нашу квартиру. И я начала взяли, я очень быстро его связала. Я его связала за 8 дней в подвале. Потом, немного позже, я придумала для него название «Кардеган Херсон. Украина». Я очень сильно помню за домовку. Перед войной мы всей семьей заболели на коронавирус. Бабуся хворела не тяжко. Вона перебувала в лекарні з штучним дихом. Не відказали ноги. Каждый медь, когда стоял перед веком, я молился, а вот эта ракета прилетела не в лекарню. Но лекарня все ж так не постраждала. Бабушка рассказала, что они не ели днями, сидели в холоде. И я молился бежал. Только чую, как у всех мы. Как и каждый мариуполец, что остался в Мариуполе. Я помню один день, когда я боялся брата наверх, чтобы он сходил до туалета и начался сильный обстрел. Тоді я его накрив десь на пьятому поверху за ліфтом, когда ракета влучила в сусідний подъезд. Матурь, когда я спустился в подвал с братом, очень плакала, потому что она думала, что все, это конец. Леша вышел из подвала за много дней. Когда, например, наш дом влучила ракета, или когда я попадал под обстрел, будучи на улице, или когда родители бегали к бабушке в лекарню, когда я подошел к їжу, и эта улица обстрелилась, я, напевно, чувствовал тревогу. Я помограв зсередине. Про що я мрію? Про перемогу. Когда я вместе с друзьями смогу пойти на Азовское море и покупаться. Когда я снова смогу встретиться с друзьями на драмтеатре. Это большой пауэрбанк, у которого есть 220 вольт, от которого можно зарядить рації, квадрокоптеры, ноутбуки. Семнадцать штук уже працюю на передовій. Сейчас как раз в работе еще две штуки. И на Харківском направлении, и на Донецком направлении, и на Херсонском направлении. Так скажем, по всей лінії фронта они працюють. До повномасштабного вторгнення я хотів стати пилотом цивільної авіації. Но после вторгнення у меня меняли желания, мрії. И сейчас я мрію служить в ВПС. Мрію поступать на пилота. Ну, самым вонещавача. Когда у нас станет день, закинчится война. Живем у страху. Когда мы приходим на занятия, мы начали приходить в другой мир. И отходим от реалий нашего жизни. Мы получаем новые эмоции. Не те, которые во время войны, во время тревоги, а эти эмоции доброты. И это, как раз, даёт силу. Все, правда, надихает нас. Мы не должны остаться здесь. Мы в твой день переживали очень сильно. Гибли люди, звичайные, мирные. Дети. И у меня были просто слезы. Я пыталась стримать. Но правду, всю правду, что сейчас происходит, и в Дніпре, и по всей Украине, мы должны донести всем. Я думаю, что вы должны знать, что вчера мы проведем в этой холле. И только на тот же момент, этот ракет убил детей. Среди детей умерли. Это ужасно. Эту войну невозможно забыть. Эта боль, он остается на все життя. Я буду это вспомнить, на жаль, зі слезами. Сейчас я верю в то, что СССР повернутся в мой дом до складу Украины, до складу цивильного света, до складу свободы. И я очень хочу вернуться к себе домой. Я верю за СССР, что они могут нас вызвать. Я очень хочу домой. Украины.